Добрый день! Наурыза как-то называется. Я когда стал читать статью об этом, оказывается, что 17 марта сегодня. Знаете, сегодня 17 марта. Знаете, как этот день называется официально? День Шанырака! Я просто обалдел, когда прочитал. Теперь у нас есть официальный праздник. В нашей церкви есть официальный праздник 17 марта. Поэтому всех поздравляю. Приходите всех. Если кто был особо внимателен, там было написано, что наурыз будет 24 марта 2034 года. И мы уверены, что через 10 лет он тоже будет. Но это объявление было о том, что вы в этом году тоже приходите. Хорошо. Теперь, если убрать такое вступление, давайте вот над чем подумаем. Зачем мы сегодня сюда пришли? Подумайте. Просто в свое сердце загляните. Зачем я вообще здесь? Зачем я сегодня утром проснулся и в церковь пришел? Ни в кино не пошел, ни на санках кататься, ни книжку пошел. Зачем я вообще пришел сюда? Это важный вопрос или нет? Это важный вопрос. Какие есть варианты? Зачем вы пришли? Тимур, зачем ты пришел? За хлебом человек пришел. Хорошая причина. Нас послушать. Прославить Бога. Как еще? Ради спасения своей души. Смотрите, есть какие темы. Как еще? Помолиться. Кто поклоняться пришел? А, там, да, для поклонения. Хорошо. Еще. Громче. А? Вам пробудиться надо. Хорошо. Хорошая причина. Получить. Источник получить. Общение с Богом, да? Еще что сказали? Помолиться. Услышать Слово Бога. Вы понимаете, да, что мы все пришли сюда не бесцельно. У каждого из нас внутренне есть какое-то ожидание. У вас есть какое-то ожидание сегодня. Да? Мы же не хотим бессмысленно тратить. Когда вы куда-то идете, всегда есть цель. И мы пришли сегодня в церковь, потому что у нас есть цель. Они могут быть разные. Но она может быть. Может, прямо сейчас в вашей жизни есть серьезный кризис. Есть люди, которые пришли к кризису, которым надо вот, чтобы сегодня Иисус решил ваш кризис. Какая-то проблема. Есть такие? Руки покажите. Есть. Слава Богу. Есть. Есть люди, которые хотели бы, чтобы ваша жизнь просто изменилась. Не просто один кризис решить, а чтобы ваша жизнь изменилась. Есть такие люди? Такие люди тоже есть. Понимаете, да, это важные вопросы, которые нам нужно задавать. И на эти вопросы сегодня будет ответ в сегодняшнем тексте. Давайте мы продолжаем читать Евангелие от Иоанна. Сегодня у нас 4 глава 43 стиха. Если у вас есть Священное Писание, давайте вместе прочитаем. Итак, 43 стих. «По прошествии же двух дней Он, то есть Иисус, вышел оттуда и пошел в Галилею. Ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем Отечестве. Когда пришел Он в Галилею, то галилеяне приняли Его в виде всего, что Он сделал в Иерусалиме в праздник. Ибо и они ходили на праздник». Итак, Иисус опять пришел в Канну Галилейскую, где превратил воду в вино. «В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он услышал, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему, просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему, «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему, «Господи, приди, пока не умер сын мой!» Иисус говорит ему, «Пойди, сын твой, здоров!» Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги и сказали, «Сын твой, здоров!» Он спросил у них, в каком часу стало ему легче. Ему сказали, «Вчера в седьмом часу горячка оставила его!» Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему, «Сын твой, здоров!» И уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею. Аминь. Огромная просьба. Отключите, пожалуйста, ваши сотовые телефоны. Прямо сейчас достаньте телефоны, отключите, пожалуйста. Спасибо. Итак, что здесь происходит? Первое, что мы здесь видим, что Иисус может совершать чудеса. Вы знали об этом? Иисус может совершать чудеса. Если мы вспомним, как все начиналось, в первой главе Иисус призывает своих учеников, и во второй главе Он совершает свое первое знамение. Он идет с ними в Канну и совершает первое чудо, первое знамение, превращая ритуальную воду в вино. Затем Он идет в Иерусалим, где совершает много чудес, сначала очищая храм, потом в четвертой главе мы видим, в третьей главе, как Он встречается с Никодимом, и в четвертой главе Он встречается с Самарянкой. Алексей очень хорошо проповедовал об этом в прошлое воскресенье. И вот теперь мы видим, как в 43-м стихе из Самарии Иисус со своими учениками продолжает идти в Галилею. В Самарии написано, что много людей уверовало в Него. Но в 44-м стихе автор предупреждает нас, что в Галилее такого результата не будет, пророка не примут в его отечестве. Но Иисус все равно идет в Галилею. Зачем? Очень важный вопрос, к которому мы вернемся с вами в конце проповеди. Итак, Иисус идет в Галилею, и вот мы видим, что галилеяне приняли Иисуса. Почему? Написано, потому что они видели чудеса, которые Он совершил в Иерусалиме. Более того, у них, скорее всего, осталось вино, которое он в избытке на свадьбе превратил воду в вино. Такое количество, что у них надолго хватило. Они наверняка пили это вино и думали, когда же Иисус вернется, у нас вино заканчивается. И вот некоторые из них были в Иерусалиме на праздники, где Он, написано, совершил много чудес. Они пришли и сказали, Он не только в вино может превращать воду, Он еще и может творить чудеса. Они знали об этих чудесах, им нравилось это, и они приняли Его, они проявили гостеприимство, приняв Его. Но посмотрите контраст. В 41 стихе написано, что самаряне уверовали в Иисуса, а галилеяне только приняли Его. Их отношения к Иисусу были похожи на отношения Никодима, когда Никодим пришел к Иисусу ночью во 2 главе. Он пришел к нему в 3 главе и сказал, «Ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». То есть Никодим верил, что Иисус может творить чудеса, он знал, что Иисус может творить чудеса, но он не знал, что задача Иисуса и цель Иисуса не просто чудеса, а преображение жизни человека, его духовное перерождение. В том же самом состоянии были галилеяне. Им нравились чудеса Иисуса, но они не понимали, кто Он такой. И вот, но это хороший первый этап, хотя бы знать, что Иисус может творить чудеса. Знаете ли вы об этом? Этому много свидетельств есть. Мы читаем, если вы не знали об этом, еще вы можете прочитать Евангелие, 4 Евангелия, в котором описывается огромное количество чудес, которые Иисус совершил в книге Деяний. Мы читаем в посланиях чудеса, которые совершил Иисус. Более того, есть люди вокруг нас, которые испытали на себя сверхъестественное, чудесное проявление Божьей силы через Иисуса. Если в вашей жизни было сверхъестественное действие Бога, чудо Бога, поднимите, пожалуйста, руку, у кого было. Те, кто никогда не испытывал, выше поднимите, не стесняйтесь. Те, кто никогда еще не испытывал, просто головой вокруг себя покрутите, посмотрите на эти руки. Эти люди свидетельствуют, что в их жизни было сверхъестественное чудо. В моей жизни, в жизни моей семьи, в жизни моей жены, в жизни моих детей, в жизни моих родителей были сверхъестественные. Это не происходит каждый день, и это не должно происходить каждый день, потому что это чудо. Но это происходит. То есть Иисус реально может совершать сверхъестественные вещи. Реально может совершать чудеса. Этому свидетельствует Библия и жизнь людей вокруг нас. Запомните этот факт. И это первый вывод. Но Иисус не просто может творить чудеса, как галилеяне знали, в жизни других людей. Но Иисус может сотворить чудо и в вашей жизни. Он может чудесным образом решить любую вашу проблему или какой-то кризис, через который вы прямо сейчас проходите. И это замечательно. Давайте посмотрим на пример такого человека. В 46 стихе мы видим, что на сцене появляется человек. Что мы знаем про этого человека? Смотрите, первое, что написано, он из какого города? Капернаум. Это примерно 35-40 километров от Канны. У нас есть карта. Давайте посмотрим. Иисус вышел из Иерусалима. Это вот нижняя красная точка. И он пошел в Галилею. И он пошел через Самарию. Алексей об этом в прошлый раз очень хорошо говорил. Сихарь, если вы видите, вторая красная точка, это там, где они встретились с женщиной у колодца. Там, куда потом сначала женщина пошла, проповедовала жителям этого города. Потом Иисус с учениками два дня там проповедовали. И написано, большое число жителей Сихаря обратилось к Иисусу. Но через два дня Иисус ушел в Канну, где люди знали, что он сотворяет чудеса. А человек, который пришел к нему из Капернаума. В Капернауме был дворец Ирода Антипы. И написано, что этот человек был царедворцем. Что такое царедворец? По-нашему, как это сказать? Сотрудник аппарата. То есть этот человек, давайте подумаем про него. Так написано, что он царедворец. И что еще написано? У него был сын. Это хорошая новость. Плохая новость. Сын был болен. Насколько болен? Очень болен. Он умирал. Давайте немножко подумаем над этой ситуацией. Как вы думаете, этот человек был обеспеченным человеком? Был ли он влиятельным человеком? То есть он работает. Это элита. То есть это те люди, которые на левом берегу, во всех этих офисах. То есть он был богатым. У него были средства. У него были знакомые. У него были связи. У него были ресурсы. У него был сын. Если был сын, значит, наверное, была жена. И вот сын заболел. Давайте представим себе ситуацию. Заболел сын влиятельного человека. Что он начал делать? Он сразу пошел к Иисусу? Как вы думаете? Нет. Скорее всего, что он начал делать? Он сначала позвал врача, пригласил врача. Какого врача? Самого лучшего, который был во дворце. Дворцового врача. Самого дорогого. Скорее всего, он даже его друг был. Он говорит, я не знаю, пацан что-то лежит, вот уже 2-3 дня хуже и хуже становится. Приди, помоги. Врач приходит. Одно, второе лекарство назначает. Помогает? Не помогает. Да? Жена начинает переживать. Делай что-то. Мальчику хуже. Мальчик умирает. Почему ты ничего не делаешь? Он подключает своих знакомых. Он подключает врачей. Он там с премьер-министрами с какими-то разговаривает. Помогите. Да? Может быть, какого-то другого врача надо выписать. Может быть, из Израиля надо врача выписать. В Израиле самая лучшая медицина. Да? То есть, он пытается как-то порешать эти вопросы. Сын умирает. У него есть ресурсы, связи, деньги. Проходит какое-то время. Что помогает? Ничего не помогает. Мальчик умирает. Он угасает каждый день. Вот ситуация. То есть, мы должны это понимать. И этот человек находится сейчас в кризисе. Как вы думаете, если бы... И что он делает? Он идет к Иисусу. Если бы мальчик не болел и не умирал, этот человек пошел бы к Иисусу? Таким людям Иисус не нужен. Вообще, в принципе, никому Иисус не нужен. Пока у нас нет проблем. Таких, которые мы не можем решить своими силами. И вот написано. Он услышал об Иисусе. Откуда он услышал? Он при дворце. То есть, во дворец постоянно идут доносы. Вот появится то-то, вот такие новости, такие новости. А вот еще появился проповедник. Который проповедует невероятные вещи. Который превратил воду в вино. Который на празднике в Иерусалиме устроил много чудес. Его имя Иисус. Много чудес. Царедворец услышал слово чудес. И он понимает, что может быть это мой шанс. И он идет 35 километров пешком из Капернауна во дворец. Он пришел к Иисусу. То есть, он услышал, он пришел и он просит Иисуса чудо. Это важное для нас, очень важные духовные уроки о молитве за исцеление. Посмотрите. Он не остался дома. И он не стал говорить, там, кровью Иисуса Христа мой сын уже исцелен. Он не стал заниматься самовнушением. Он пошел к Иисусу без всякого самовнушения. И когда он пришел к Иисусу, он не стал заниматься манипуляцией. Он не сказал, Иисус, я благодарю Тебя, что мой сын уже исцелен. Он такие вещи не говорил. Он просит, он умоляет Иисуса исцелить его умирающего сына. Вот, если вам нужны принципы для ходатайственной молитвы об исцелении, вот в этой истории все принципы. Он молит Иисуса, приди и исцели моего сына, который не просто болеет, он умирает. Он идет в этом кризисе к Иисусу. Не все так делают. Бог допускает кризисы в нашей жизни. И одна из целей этого кризиса какой? Чтобы мы приблизились к Богу. Но не все это делают. Люди очень часто, к сожалению, в момент кризиса, в момент, когда все, все плохо, они ожесточаются. Они начинают обвинять Бога. Бог, почему ты делаешь зло в моей жизни? Но если бы Бог не допустил проблему в жизни этого человека, Он бы никогда не пришел к Иисусу. Его семья никогда бы не пришли к Иисусу. Он услышал об Иисусе, Он пришел к Иисусу, и Он просит Иисуса. Да, для нас это хороший духовный урок. Где мы сейчас? Слышали ли вы о том, что Иисус может совершать сверхъестественные вещи, творить чудеса? Слышали ли вы об этом? Может быть, вы слышали в детстве, может быть, в молодости. Если никогда не слышали, прямо сегодня вы уже об этом услышали. Но что вы будете делать? Пойдете ли вы из Капернаума в Кану, к Иисусу? Где вы находитесь физически? Находитесь ли вы рядом с Иисусом? Можете ли вы Его попросить? Если будете просить Его сегодня, о чем вы Его будете просить? Какая самая большая проблема в вашей жизни? Какой кризис сейчас есть в вашей жизни? Знаете, как узнать? Очень просто. Вечером, когда вы вчера ложились спать, или позавчера ложились спать, или три дня назад, что вам не давало уснуть? О чем вы переживаете на подушке? Это ваш кризис. И вы уже, может быть, что-то пробовали. А может быть, уже многое, что пробовали. И связи, и финансы, положение. И такое чувство, что не срабатывает, не работает, ничего не меняется. Может быть, даже хуже становится. И вот в этом кризисе есть замечательная возможность прийти к Иисусу. Я не знаю, что это такое в вашей жизни. Может быть, это ваш сын, может быть, ваша дочь, может быть, ваши родители, ваша работа, какой-то конфликт, финансовая какая-то ситуация, что-то со здоровьем. У каждого из нас свой кризис. Но рано или поздно кризис есть в жизни каждого из нас. Как Иисус реагирует на просьбу человека исцелить его сына? Он говорит очень странную фразу. Он говорит, вы не уверуете, пока не увидите мои чудеса. Странная фраза. Потому что самаряне, день назад, самаряне, написано, уверовали, сколько чудес Иисус совершил в Самарии. Ни одного. Написано, сначала женщина прибежала и стала проповедовать жителям Сихари. Потом Иисус пришел и поделился с ними словом. Написано, они уверовали в Его Слово без чудес. Это самаряне. Они уверовали через интеллектуальную проповедь. Иисус говорит, но Иудеи, Израиль не может уверовать без проявления силы Божьей. И это неплохо, потому что все люди разные. Кто-то принимает решение через интеллектуальную, когнитивные способности. Кому-то очень важно пережить сверхъестественное действие Бога в его личной жизни. Иисус говорит, это неплохо. Даже Ветхий Завет обещал, что когда Мессия придет, Он будет совершать чудеса и знамения. Поэтому Иисус говорит, нормально, что вы ожидаете чудес и знамений. Вопрос, что вы будете делать после этого? Их вера должна быть основана на личном переживании сверхъестественной силы живого Бога. И Иоанн будет развивать эту идею через все Евангелие. И заканчивает он, в 20 главе он скажет, что все эти чудеса и знамения Иисус сделал для того, чтобы вы имели жизнь во имя Его. То есть цель чудес – привести человека к живым отношениям с Богом, к новой жизни. Сейчас среди христиан распространено две крайности в отношении к сверхъестественному. Одна крайность – это понимание Иисуса как такого джина. То есть в любой момент я тру волшебную лампу, говорю во имя Иисуса Христа, все мои проблемы решаются. Он такой ручной как бы джин. Вторая крайность – это когда мы думаем, что Бог – он такой какой-то мудрый советник на небесах, и люди приходят к нему, не ожидая ничего сверхъестественного. И просто Бог сейчас даст мне советы, которые мне нужно делать, и я потом своими силами все это сделаю. И чаще всего мы как бы из огня и в полымя туда-сюда мотаемся. В каком лагере вы чаще всего находитесь? Я чаще всего очень часто нахожу себя в этом лагере. Когда я воспринимаю Бога как мудрого советника, я прихожу, я вроде думаю, помолиться о чуде как-то эгоистично, или попросить о чуде – это как-то будет недуховно. Я сейчас, наверное, Бог мне что-то скажет, ты вот сделай вот так, вот так, вот так, и мне надо просто своими силами взять это и сделать, и решить все свои проблемы. Я не всегда там нахожусь, но часто. Поэтому я не знаю, где вы, но в любом случае, да, Иисус говорит, нет, ни тот, ни другой лагерь не является, ну, правильным состоянием верующего человека. Мы должны верить, что Иисус тот, кто может делать сверхъестественное, может совершать чудеса, но одновременно он не является нашим джинном, он не является тем, кем мы можем манипулировать. Посмотрите, как царедворец реагирует на вызов Иисуса, он говорит в 49 стихе, «Господи, приди, пока не умер сын мой». Приди, пока не умер сын мой. Как Иисус реагирует на такую молитву Отца? «Пойди, сын твой здоров». Замечательные слова. Посмотрите, Иисус ответил на молитву человека? Да, сын получил исцеление. Другой вопрос, более важный. Ответил ли Иисус на эту молитву так, как человек просил? Нет. Что человек просил? Он говорил, Иисус, пойдем со мной из Каны в Капернаум, и там ты исцелишь моего сына. Иисус говорит, нет, будет все по-другому. Я его исцелю отсюда. Иди, сын твой... То есть, Он говорит, приди, а Иисус говорит, иди. Для нас это фундаментальный принцип молитвы. Нам нужно... Нужно ли нам говорить, как бы мы хотели, чтобы Бог решил нашу проблему? Нужно ли нам об этом Богу говорить? Нужно. Потому что Бог говорит, открывайте свои желания перед Богом. Скажите, чего бы вы хотели. В молитве скажите, чего бы вы хотели. Но вторая линия всегда подытоживающая. Мы доверяем, что Бог лучше знает, как решить нашу проблему. Он лучше знает, как разобраться с нашим кризисом. Если нужно прийти, Он придет. Если нужно как-то сделать по-другому, Он сделает как-то по-другому. Он Бог, мы нет. Аминь. Аминь. Скажите, мог ли Иисус пойти вместе с этим человеком в Капернаум и исцелить мальчика физически в присутствии родителей, соседей, родственников? Мог. Он делал так в Писании где-то? Делал. Он исцелил так, он не просто исцелил, он воскресил дочь, например, и Аира. Он прямо к ней в комнату зашел, когда девочка была мертвая. Смотрите, в чем разница, почему Иисус в этой ситуации принимает решение исцелить на расстоянии? В чем разница? То есть, если бы Он пришел, папа, мама, стоят родственники, представители знати царской, и Он при них исцеляет мальчика. Например, положил руки на голову и говорит, все, здоров, и Он здоров. Один вариант. Второй вариант так, как Он сделал. В чем разница, на кого нацелено сейчас действие Иисуса? Почему Он говорит Отцу, иди, Сын твой здоров? На ком Он концентрируется? Мальчик и так здоров. Он концентрируется на Отце. А в чем разница для Отца, когда Он увидел исцеление и когда Он идет домой? Да, Он не знает, так ли это или нет. У Него нет телефона. Он не может, когда Иисус сказал, иди, Сын твой здоров, Он не может позвонить жене и говорить, жена, быстро беги в комнату, проверь, нормально мальчику там или нет. Ему нужно 40 километров пешком протопать. Это было в седьмом часу. Написано, седьмой час, они начинали в свое время с утра, то есть это был час дня. В час дня Он начинает идти домой. Написано, что Он там переночевал где-то, и утром Ему встретились слуги. Представьте себя вот в этой ситуации. Иисус тебе говорит, иди, Сын твой здоров. И ты такой, вау! И ты начинаешь идти. И ты идешь час, два. И потом у тебя появляются вопросы в голове. Какие вопросы у тебя появятся в голове? А так ли это? А может, Иисус пошутил? Может, я его не так понял? А может, мне надо вернуться и все-таки сказать, чтобы Иисус со мной пошел и там исцелил его? Нет, нет, я все-таки буду верить. Я все-таки пойду домой. Или мне надо вернуться? Или мне надо идти домой и верить? Вы понимаете о чем? Он живой человек. Он такой же, как мы с вами. Для чего это нужно? Это называется формирование нашей веры. Вера формируется только через время. Когда, если бы он пришел и сказал, Сын твой здоров, и он увидел, это бы случилось вот так. Нет времени для развития веры, для формирования веры. Формирование веры – это всегда дискомфортное состояние, болезненное состояние, неудобное состояние, но очень полезное. Когда ты знаешь, Бог тебе что-то сказал, но ты еще не знаешь, ты не видел исполнения, и тебе нужно верить. Конечно, у тебя будут сомнения, конечно, у тебя вопросы. Но если ты движешься вперед, если ты исканно движешься в Капернаум, твоя вера растет. Ну, представьте, когда он в ту ночь лег поспать в какой-то гостинице по дороге. О чем он думал вот на подушке? А на самом деле так или нет? А я вдруг вот завтра приду, а сын болеет, или еще хуже, он уже умер. Нет, Иисус сказал, что он здоров. И он идет домой, он не вернулся к Иисусу, он идет домой, потому что, несмотря на вопросы, несмотря на сомнения, он принимает решение доверять тому, что сказал Иисус, доверять этому Слову. И это еще один важный принцип. Посмотрите, давайте поговорим по поводу Слова. Кто этому человеку сказал Слово, что его сын здоров? Иисус. Как ему Иисус сказал? Через кого-то? Через соседа? Через пастора? Через книжку? Через видео на Ютубе? Как Иисус ему сказал? Лично. Он ему лично сказал. Этот человек услышал своими ушами Слово, которое Иисус сказал. Я задам вам вопрос. Кто из вас хочет слышать личное Слово от Иисуса в вашу жизнь? Есть люди? Все хотят. Ну, если вы верующие, мы все. Я этого хочу каждый день. Дорогие мои, не бывает Слово от Иисуса second hand. Нельзя получить откровение от Бога через какие-то другие источники. Есть только один источник. Это Священное Писание. Если мы поднимаем руки и говорим, мы хотим слышать Иисуса лично, чтобы Иисус мне сказал. Читаем ли мы Писание? Потому что Он все уже тебе сказал. Ты открой и начни читать, что тебе Иисус говорит. Я на первом служении спросил, кто из вас читает Библию? Люди начали руки поднимать. Я говорю, не поднимайте руки. Потому что иногда мне стыдно просто за церковь. Люди не читают Писание. Верующие люди не читают Писание. Потом приходят и говорят, пастор, я хочу слышать Бога. Начинается пост. Завтра у нас Великий Пост. Семь недель Великого Поста. Я не хочу давить ни на какие-то чувства вины и так далее. Но, дорогие мои, если ты хочешь слышать Бога, если ты хочешь получить личное откровение от Иисуса в твою жизнь, ты не сможешь это сделать, не читая Писание. Причем, когда я говорю читать Писание, это не значит стих в день. Это значит, открой Библию от самой корочки и прочитай ее до самой корочки. Я не знаю, какую ты взял духовную практику на эти семь недель. Может быть, три главы в день будешь читать. Но если ты в кризисе находишься сейчас, дай себе вызов. Я прочитаю Библию за семь недель всю, от корочки до корочки. Возможно ли читать Библию и не слышать Бога? Возможно. Можно читать Библию и не слышать Бога. А можно ли слышать Бога, не читая Библию? Вот это точно невозможно. Если вы хотите слышать Бога, другого способа нет. Читайте Писание. Прямо читайте. Не просто стишок здесь, стишок там. Открывайте и читайте. Не выбирайте. Не ковыряйтесь в этом салате. Ешьте все подряд, что Бог вам дает. Каждое слово Богодухновенно и полезно для вас. Есть стихи в Библии, которые для вас не полезны? Нет таких стихов? Хочешь быть духовно здоров, ешь все, что Бог тебе приготовил. Аминь, скажите на это. Просто, если вы хотите слышать Бога, читайте Библию. Он получил слово от Иисуса лично. Не кто-то на Ютубе ему сказал. Он лично от Иисуса, чтобы вы хотите двигаться по вере, нужно, чтобы вы утром встали, открыли Писание, услышали слово от Иисуса, поверили в это слово, и тогда будет результат. Если хотите результат. Ну и раз уж мы про слово Божие говорим, давайте сразу про эти вещи поговорим. Пару месяцев назад мы уже говорили. Так печально смотреть иногда. В церковь заходишь, взрослые дети сидят, залипают. Кто-то ватсапе, кто-то фрукты собирает, кто-то в танчики играет, кто-то сообщения отправляет. Вопрос, который... Я не хочу, опять же, на чувство вины, вы все взрослые люди. Но у меня вопрос. Вы зачем сюда пришли? Вы для чего сюда пришли? И для чего детей своих привели сюда? Дети, посмотрите, на первом этаже, все сидят в телефонах. А для чего? Какая цель? Через 10 лет эти дети потом... Родители приходят и говорят, я с детства ребенка в церковь водил. А ты для чего его в церковь водил? Ты его водил, показывая ему пример, как поклоняться, как молиться, как хлеб преломлять, как Слово Божие слушать. Или ты в церковь его приводил, давал ему сотку и говорил, на, Маша и Медведь смотри. И какой плод ты ожидаешь от своего ребенка через 10 лет? Маша и Медведь. И от себя какой? Это не только детей касается. Я вижу, как у нас взрослые играют на телефонах и в WhatsApp сидят. Вот представьте, Бог с небес. Мы верим, что мы собрали свое имя Божие. Небеса открыты. Бог с небес смотрит. Ты сидишь на YouTube или там на чем-то. Неинтересно, какая-то пробовать. Сижу там что-то делаю. И Бог смотрит на тебя и думает, да, вот этот человек готов от меня сейчас получить откровение. Да? Ну, это же такое неуважение к Богу, к Его Слову, к Его присутствию. Поэтому, если тебе надо танчики, фрукты, это не то место. Вернее, ты можешь то место, приди сюда. Но что ты получишь? Ты потратил полтора часа. Что ты получишь из-за этого, за эти полтора часа? Ничего. Ты просто потратил свое время. А если хочешь что-то получить, готовься. Этот человек, он хотел что-то получить. И он не сидел возле Иисуса с телефоном. Он пришел и молился. Там глагол стоит в настоящем, продолжительном времени. Два раза повторяется фраза, что он просил, Господи, пока не поздно, пока мой сын не умер, приди ко мне. И он получил. Если ты хочешь получить, вот в таком состоянии ты должен быть здесь. Вот в таком состоянии должно быть сердце твое. И сердце твоего ребенка. Родители, к вам большая просьба. Потом, через 10 лет, через 15 лет, не задавайте себе вопрос, почему ваш ребенок ушел. Потому что вы посеяли такие семена в нему. Вы не научили его. Это ваша ответственность перед Богом. Он этого ребенка вам дал. Итак, зная, что Иисус может совершать чудеса, сегодня помолитесь Ему о своей проблеме. Лично от Него получите Слово Божие. И поверьте в это Слово. Аминь. Аминь. Иисус может творить чудеса. Он может совершать чудеса лично в вашей жизни. Это очень круто. Но более того, Он может не только одну проблему в вашей жизни решить. Он может всю жизнь изменить. Да. Это намного лучше. Давайте посмотрим третью часть. Иисус может изменить мою жизнь. 51 стиха. Царедворец идет домой. Вечер, ночь переночевал. Утром встречает своих слуг, которые ему навстречу говорят, сын твой здоров. Замечательные слова, которые рад услышать любой родитель. Я хочу услышать такие слова от Иисуса про моих детей. Я хочу услышать такие слова Иисуса про мою жену, про моих родителей, про моих друзей, про каждого из вас. Что Иисус говорит, Он здоров, Он жив, и Он будет жить вечно. Аминь. Но человек задает вопрос своим слугам. У него, кстати, слуги даже есть, да? Говоря о том, его статус какой. 52 стих. А во сколько ему стало легче? Почему он задает такой вопрос? Чтобы проверить. Что он хочет проверить? Может быть, совпадение. У него до сих пор вопросы есть. Может быть, это совпадение. Что они ему говорят? Вчера в седьмом часу, в час дня, этот человек понял, что Иисус, именно Иисус исцелил его сына. И результат, посмотрите, 53 стих. Уверовал сам и весь дом. Уверовал. В 50 стихе написано «Он поверил», а в 53 стихе написано «уверовал». В чем разница? В чем разница? Поверил и уверовал. В 50 стихе чему он поверил? К какому слову? Что сын будет исцелен. Он поверил в чудо. Он поверил, что этот кризис будет решен. А в 53 стихе во что он уверовал? Он уверовал, что Иисус, Мессия, Сын Божий, Он совершает новый исход, и я буду с Ним в этом исходе. То есть мы видим, как не просто вера в решении какой-то конкретной проблемы, как у Него вся жизнь меняется, и не только у Него жизнь поменялась. Что там написано? Уверовал Сам и весь дом Его, вся семья уверовали. Вся семья, они отдали свою жизнь Иисусу. Да, это круто, что он получил исцеление, но круче того, что этот мальчик не просто не умер, он теперь будет жить вечно, жить вечно с Иисусом. Понимаете разницу? Это важно, потому что часто я вижу людей, которые получают чудеса в жизни, сверхъестественные вещи от Бога, и на этом останавливаются. Они не делают следующий шаг. Они поверили в чудо, но они не могут уверовать во Христа. А это разница. Потому что если ты получил чудо одно, второе, третье, ты получил 10 чудес в жизни, но не уверовал во Христа, ты закончишь свою жизнь в аду. Вопрос жизни и смерти. Зачем тебе чудеса по эту сторону Эдемских ворот, если ты в ад попадешь? К сожалению, в этом мире есть много людей, которые испытывают на себе чудесную силу Иисуса, но не идут за Ним. Потому что им нужны чудеса, и совсем не нужен Бог, который совершает эти чудеса. Надеюсь, это не про вас. В вашей жизни было чудо? Вот вы уже поднимали, у кого было чудо. Это привело вас к тому, что вы уверовали в Иисуса, что ваша жизнь изменилась, потому что Иисус теперь ваш Господь и Спаситель. Если нет, сегодня в ваш день, если да, слава Богу, пусть ваша измененная жизнь влияет на жизнь ваших родных и близких, влияет на жизнь вашей семьи, чтобы ваша семья, глядя на измененную вашу жизнь, сказала, мы тоже так хотим. Жизнь царедворца так изменилась, что вся его семья уверовали во Христа. История про мальчика, который должен был умереть, но не умер. Где еще в Ветхом Завете мы читали историю про семью, в которой мальчик должен был умереть, причем про много семей, в которых мальчики должны были умереть. Но Бог сказал, что если они послушаются и сделают, как Он скажет, эти мальчики останутся живы. Что это за история? Это история исхода. Это история исхода, когда Бог сказал, чтобы вам, чтобы мальчики в вашей семье не умерли, вам нужно что? Кровь жертвенного агнца. И глава семьи, отец, должен был поверить в это, взять кровь жертвенного агнца и помазать двери своего дома. И по вере отца, сын будет жить. И вся семья получит спасение. Две главы назад. Иоанн Креститель что сказал про Иисуса? Вот агнец Божий, который берет на себя грехи мира. То есть Иисус говорит, я начинаю новый исход. Вот в этой истории Он показывает, Он повторяет историю исхода, Он повторяет историю Первой Пасхи. Он говорит, этот человек поверил в жертвенного агнца, и его сын будет жив. И его сын будет жить вечно. Удивительная история. История не просто чуда, а история спасения жизни. Мы начинаем с вам новый исход. Вместе с Иисусом. Сегодня уверуйте, не просто поверьте в Его чудо, уверуйте в Него, как Господа и Спасителя. Доверьте Ему свою жизнь. О чем Иоанн пишет. Все эти чудеса и знамения, все эти решения всех ваших проблем нужны для того, чтобы в конце концов каждый из вас уверовал, что Иисус есть Христос, и веруя, чтобы вы имели жизнь во имя Его. Заканчивается сегодняшний отрывок 54 стихом. Написано, что это второе чудо, которое Иисус совершил в Кане Галилейской. А какое было первое? Вино. Автор объединяет эти два момента. Он связывает эти два момента. Он говорит, посмотрите на эти два момента. Чем они похожи, чем они отличаются. С одной стороны, они сильно отличаются. Здесь свадьба, радость, контекст радости, атмосфера радости. Здесь атмосфера совершенно не радостная. Здесь мальчик умирает в семье. Они очень сильно отличаются. Но Иисус говорит тем самым, я могу помочь вам и в момент радости, и в момент страха, и в момент праздника, и в момент, когда человек болеет. Я с вами, я за вас, я готов вам помогать. Чем похожи эти отрывки? Здесь женщина просит за других. Здесь мужчина просит за своего сына. В обоих случаях ходатайственная молитва. В обоих случаях есть послушание. Тут он говорит, наливайте вино. Тут он говорит, иди домой. Мы видим, они проявляют послушание. Мы видим, в конце концов, и тут, и тут радость. И на свадьбе была радость, вина добавилась. И здесь была радость, что мальчик исцелился. Но самый большой результат, самая главная цель какая? В конце концов, заканчивается отрывок про Канну Галилейскую, что ученики, которых призвал Иисус, все ученики уверовали в то, что Иисус есть Христос. Сегодняшняя история заканчивается. Царедворец и вся его семья уверовали, что Иисус есть Христос. То есть, автор показывает связь между чудесами, послушанием. И не просто верой, что Иисус может творить чудеса, но изменением жизни человека. Это цель и для нас с вами. А теперь, в конце, давайте вернемся к вопросу, который я задал вначале. Зачем Иисус ходил в Галилею? Сколько человек после того, как Иисус исцелился на Царедворца, сколько человек уверовало в Галилею? Нисколько. Только семья Царедворца. Что Иисус будет делать в Галилее после того, как Он исцелил этого мальчика? В следующем стихе написано, Он будет возвращаться обратно в Иерусалим. То есть, Он пришел из Иерусалима в Галилею и вернулся обратно, сделав только одну вещь. Какую исцелил этого мальчика? Для меня это невероятное ободрение, для каждого из вас. Как бы ни был занят Иисус, 8 миллиардов людей на земле. Все молятся, многие молятся Ему. И вы думаете, Иисус занят. Иисус не придет, Иисус не поможет. Он пришел из Иерусалима в Галилею ради одного мальчика, который умирал. Ради одного мужчины, которому нужно было чудо. Ради одной семьи, которой нужно было спасение. Если вы сейчас чувствуете себя в таком состоянии, что вы далеко от Иисуса, Ему нет никакого дела для вас, это неправда. Он может прийти, если вы готовы. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Посмотрите сейчас в свое сердце. Какой молитвой вы придете сегодня к Иисусу. Иисус, спасибо тебе, что ты сегодня здесь. Мы собрались здесь во имя Твое. Не просто двое или трое, здесь сотни человек. Собрались во имя Твое. Потому что мы верим, что ты можешь творить чудеса. Что ты сверхъестественный Бог. Что за две тысячи лет ты никак не изменился. Твой Дух с нами. Ты продолжаешь творить чудеса. Ты продолжаешь менять этот мир. Ты продолжаешь врываться в нашу человеческую историю. И делать то, что никто не сможет объяснить. И мы рады, что у нас есть доступ к такому невероятному Господу и Спасителю. Господи, и как этот человек, царедворец, молился Тебе. И мы молимся. Господи, приди. Господи, приди. Сейчас, прямо сейчас, Господь, ты услышишь молитвы многих сердец в этом зале. Ты услышишь много проблем. У кого-то эти проблемы связаны с сыном, с дочерью. У кого-то связаны с родителями. У кого-то связаны с бабушками, с дедушками, с финансами, со здоровьем, с работой, с конфликтами. Я не знаю, но ты знаешь, Господь. Прямо сейчас послушай молитвы этих людей. Отец Небесный, мы молимся Тебе. Благослови сейчас нас, Господь. Дух Святой, веди нас в этой молитве. Завтра начинается пост, Господь. Благослови нас на этот духовный подвиг, чтобы мы готовились к великому празднику Пасхи. Но чтобы мы шли в этот пост правильно, приблизившись к Тебе. Доверяя Тебе наши проблемы. Возможно, кому-то нужно прощение. Сегодня, в прощенное воскресенье, мы молимся, Господь, чтобы Ты дал силы и благодать, и простить тех, кто нас обидел. Или наоборот, дал нам смирение, сделать шаг вперед и попросить прощения у того, кого мы обидели, чтобы войти в этот пост правильно. Господь, благослови, чтобы в течение этого поста наши семьи увидели Твой свет, Твое спасение, наши друзья. Возможно, нам нужно кого-то пригласить на наурыз, Господь. Благослови. Каждый кризис, каждая проблема, которая сейчас возносится Тебе в молитве, мы признаем, Господь, мы много старались решить это сами. Через знакомых, через финансы, через какие-то манипуляции. Но, Господи, мы больше не хотим и не можем. Приди и исцели. Приди и помоги. Но, более того, мы молимся не только о том, чтобы какая-то конкретная проблема решилась. Мы обязательно молимся, безусловно молимся, чтобы Ты помог нам решить эту проблему. Но мы хотим также уверовать в Тебя. Что Ты не только поверить, что Ты можешь творить чудеса, но уверовать в Тебя, как Господа и Спасителя. Чтобы наши жизни преобразились и изменились. Чтобы мы были гражданами Царства Небесного. И чтобы окружающие люди видели в нас Тебя. Видели Твою Евангелие. Видели Твою благодать. Видели Твой свет. Благослови, Господь. Дай нам уверовать сегодня в Тебя. Доверить Тебе своей жизни. И жить жизнью во имя Иисуса Христа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин